слушайте захотелось мне поговорить про проблемы то есть про проблемы людей смотрите то есть есть у всех есть проблемы но это как бы всегда бывают что-то произошло и это можно назвать проблемой то есть ну как бы не знаю одна птица убила другую но с какой-то стороны от проблемы там какая-то гадкая машина сбила там я не знаю любимую собаку не дай бог там сына либо еще кого-то то есть это проблема там что еще на работе какой-то затык да там проблема там в семье скандал проблема проблемы 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 и обычно то есть все как бы каждого человека его проблема самая важная то есть у другого там ну как бы и папа умер не такой как у меня там да там и там не знаю собака не такая любимая была которую машина сбила там и и как бы в семье чего они вообще парятся у них там все нормально и так далее он кредиты доплатят и все хорошо то есть мы видим и понимаем наши проблемы гораздо раздутий и значимее чем проблемы другого человека я к этому мне не очень хорошо получается приводить примеры из обычной жизни потому что но что я не все могу пока вспомнить что было и есть там тут поэтому это будет со временем но пока так проблемы я думаю все понимают что такую проблем и дальше по тексту я думаю что я попробую объяснить это все так вот и как бы что происходит в человеке когда вот происходит какая-то ситуация проблемная ситуация при том она может быть объективно проблемной да то есть может быть у кого-то там родственники на грани жизни и смерти да может быть еще что ну то есть это реально могут быть проблемы я их ни в коем случае не обесцениваю просто пытаюсь сейчас рассказать о том что проблемы во-первых это ты всегда свои проблемы гораздо выше и больше видишь нежели чужие потому что на чужие тебе немножко все-таки абстрагирован ты там в какой там серии там дети голодают там убивают еще что-то как бы они там там африки шмафрики а тут это тут вот это вот первый тезис до 2 то есть обычно как бы что про что-то случилось и люди начинают всем звонить всем рассказывать всячески это там как-то нагнетать вот так бы я сказала потому что очень многие любят мериться письками у кого там болезнь тяжелее бессознательно она подсознательно идет просто чтобы но привлечь внимание чтобы вот обсудить и потому что вот эти вот все триггеры когда что-то такое плохое происходит они гораздо быстрее и больше находят вокруг тебя единомышленников которые готовы вместе с тобой растерзать кого-нибудь да там вот у нас там сегодня допустим ну неважно эти примеры все не в суть вот и когда ты когда у тебя что-то происходит ты этим начинаешь делиться и как бы больше людей начинают в это вовлекаться и вы как бы делаете эту проблему еще серьезнее вот так это назовем и с одной стороны как можно так посмотреть с другой стороны когда человек шерит эту проблему понятно что как бы поделенная на две-три части это уже можно и решение найти и как-то снизить ее важность и так далее то есть есть но условно несколько путей развития да это подливать и масло в огонь и соответственно постараться ее решить и собственно как бы это такие физические здесь обоснование ну как действия до которые происходят но как бы так объяснить чтобы не обесценить не через ничьи и чужие проблемы то есть вот есть какая-то проблема да то есть она действительно имеет месту быть но вот на уровне немножко другом да на уровне как это все блин я этого не вижу но я это как-то чувствую я не знаю как это объяснить то есть я понимаю вот эти взаимосвязи но глазами я там каких-то там вот этих вот майтан майтан я ничего не вижу ребят то есть ну как бы я я просто это как бы как вижу не глазами вот так это можно сказать но неважно то есть есть некий сгусток энергии да то есть есть вот вот проблема она как бы есть она действительно есть и в зависимости от твоих какие-то действия будешь принимать а это будет как бы эта ситуация да то есть не проблема даже эта ситуация она будет как-то развиваться либо наоборот схлопываться либо во что-то перетекать а возможно во что-то лучшее возможно во что-то худшее то есть все зависит как бы от того какую сейчас вот так сделай попробую показать это все то есть есть некая проблема твоя моя ситуация да и есть как сгусток какой-то энергии да и есть реакция на них на 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 это и в зависимости от того какая реакция она вот от этого взаимодействия идет в ту либо иную сторону и когда ты вот в эту прогресс проблему в ситуацию в крячиваешь пожалейте меня какой я бедный несчастный привлечение внимания о том какие все пидорасы о том какие все нехорошие редиски о том что вон тот козел и этот козел и тот о том что если бы не они я бы вот сейчас то есть перекладывание ответственности злость ненависть какие-то вообще вот вот это мусоленье вот эта суета то есть которая сюда наливается она раздувает она физически вот так раздувает мы не видим это глазами но она блин она есть это вот раздутая штука своего опять-таки диапазона цвета я не знаю чистоты своей чистоты да вот это вот вот цветной чистоты она притягивает снаружи все это точно такое же и получается у тебя ситуации жопко у меня аж перекрикивают птенцы пролетели опять ко мне делай там видите на гамаке на зеленом сидят но неважно то есть получается так что ты ее когда они думаешь вообще когда фокусируешь туда внимание именно с негативными чувствами не с чувством решить проблему понятно что обо всем надо думать все надо решать но для этого нужно как бы немножко со стороны на это все смотреть если ты хочешь продуктивного какого-то действия именно потому что все как бы действием да ну что вообще сама раз рассосаться может и не рассосаться то есть все опять таки в голове и я когда рассказываю там о том что допустим можно посмотреть на что-нибудь красивое это не значит что от этого проблема решится ну либо там просто убрать из головы вот эти мысли проблемные до того момента пока ты не сможешь со стороны на эту проблему посмотреть не вовлекаясь в негатив у тебя ну то есть ты можешь отвлечься там с помощью какой-то красоты с помощью каких-то там я не знаю добрых сериалов и так далее то есть намерена себе в голову залить что-то чтобы твои вот эти мысли твои вибрации направила в то русло в которое ты хочешь чтобы у тебя продолжалась жизнь ну потому что как бы заливаясь в голову что-то хорошее что-то красивое что-то доброе что-то приятное тем самым мы как бы формируем себе реальность свое будущее именно этим потому что еще раз ребят но как бы все в этом мире реально взаимосвязано да как бы она вот вот все наши мысли все наши слова почему там изначально говорят про слова потому что они понятное дело что они лучше больше работают но мысли они работают ну как она все работает по сути на эмоциях то есть на твоей внутреннем на твоем ощущении если твое внутреннее ощущение что я сейчас в жопе то выбраться из этой жопы очень сложно то есть ты как бы тебе нужна рука помощи либо там переключение на что-то либо но только если ты хочешь а если ты в жопе и ты хочешь мусолить эту проблему чтобы раздувать потому что как бы ты изначально придаешь ей значимость потому что чужие проблемы это чужие а твои самые важные то есть ты сам себя как будто жалеешь того что у тебя это происходит то что я вот круче в том что у меня вот такая большая проблема вот ну то есть звучит очень не очень на самом деле мои слова в смысле звучат не очень я ни в коем случае повторюсь еще раз не занижая ничьи проблемы и не говорю о том что человек намеренно думает о том что он хочет этих проблем просто это как как некая вторичная выгода привлечение того же внимания то есть ну потому что как бы как было у всех в детстве этого не было я поэтому неважно как было вас на обычно в детстве да то есть ты там ходишь 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 раз упал и коленка у тебя там не знаю ободралась и тебя всячески бабушки мамки дядьки все жалеют эти пути 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 то есть как бы тем самым программируя тебя на то что если тебе что-то плохое у тебя то тебя должны жалеть таким образом люди как бы привлекают внимание так как вот вторичная выгода вот как бы все просто на самом деле вот реально практически от всего есть панацея это убрать эту проблему из головы заменить либо не знаю уж если изначально ты не можешь абстрагироваться да то есть просто переключить внимание а потом после переключения внимания когда ты можешь абстрагироваться реально решить проблему потому что любые проблемы они как бы если вы пока еще не померли если вот мы живые здесь любая решается даже если вы с какого-то мухосранска живете там и и трех копеек нету на бензин вон как у меня пацанов тут вообще и девчонок пруд пруди автостопом просто и в юго-восточную азию или в америку или еще куда-то на самом деле в вариантов реально много все реально в этой жизни вообще все реально все 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 вот вот если только захотеть можно в космос полететь но все опять-таки из головы пока пока человек вовлечен в эту игру не может находиться со стороны не может посмотреть со стороны не может в моменте эту ситуацию направить в то русло в которое ты хочешь то есть ну как бы реально что-то произошло и ты вот очень часто ты не можешь объективно адекватно вообще на все реагировать да там в дтп либо еще что ты кричишь ругаешься но как показывает практика вот вот стопудово от твоего внутреннего состояния зависит разбитие с развития событий потому что в этой реальности в нашей реальности в квантовой реальности мы сами себе вот этим вот своим внутренним чувством ощущениям мыслями словами проецируем будущее мы выбираем эту ветку реальности на которой бы мы хотели быть то есть если вы посмотрите вокруг люди которые а то же опять примеры примеры не буду приводить примера вот так что как-то так я еще раз не обесцениваю ничьи проблемы но если реально у вас случилась проблема и она реальная проблема и у вас есть два выбора либо абстрагироваться ее и решать действиями либо со всеми делиться и всячески вызывать к себе жалость я не знаю сострадания там еще что-то вот это вот очень плохие чувства вот вот прям очень плохие потому что тем самым люди своей энергии помогают вам развить эту проблему просто раздуть эту проблему просто сделать из мухи слона если опять таки я повторюсь есть два варианта либо вы ее решаете либо вывод ей со всеми там негативно дел делитесь все зависит от внутреннего состояния если вы в норме если у вас все вот вы понимаете что вы творите да и как за базар отвечаю называется это одно но если вы злитесь если вы реагируете если вы всячески на это каким-то образом спускаете вот все то есть всю себя на вот эту вот злость агрессию ненависть я даже вот не знаю не помню уже всех этих чувств вот то есть этим самым вы и и людей подбивая раздуваете этот комок и тем самым вот к этому комку всячески притягиваете к себе негатив и нехорошее будущее то есть я я понимаю мне очень часто люди говорят о том что типа ты там своем лаосе нихрена не знаешь нихрена не видишь но и так далее там подобного точно говорю вот я пытаюсь всем донести ребят я это все видела и знаю я знаю что такое там голод я знаю что такое негде спать негде есть там ничего поесть вернее я знаю что такое без денег в кармане я знаю что я много чего знаю ребята меня очень богатое прошлое вообще очень богатое прошлое прямо очень богатое прошлое вот и и все это я прошла на своей шкуре да я там не ходила не училась нюками потому что у меня это все есть сейчас в голове она очень долгие годы туда как бы встраивалась встраивалась, встраивалась. И сейчас я какие-то вещи просто открываю для себя и делюсь с вами, потому что для меня это вот, ну, не знаю, как-то видно, что ли, ну, не глазами. Вот. И говоря, когда я говорю, да, что серия, ну, давай, 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 там, переключи внимание, почему я вам пилю вам сериальчики и всё остальное, потому что это умиротворение, это спокойствие, это отсутствие негатива, то есть я ни в коем случае не хочу никого ни на что триггерить, то есть я понимаю, что в этом мире и так сложно жить, что очень много всякого говнища и на работе, и в семьях, и на улице, и в метро, и в каких-то центрах, и в госучреждениях, и везде там просто мракобесие, которое может вывести из себя. Вот. И как только вот соскакиваешь, и опять всё хуже и хуже. Почему все говорят, что, типа, чёрная полоса, белая полоса, на самом деле, вот это как завести мотор, там, или ещё что-нибудь. Вот ты сам себя запрограммировал на белую полосу, условно, там, подумал о чём-то хорошем, посмотрел, как-то абстрагировался, переключился, то есть, ну, всячески сделал так, чтобы у тебя внутри было душевное спокойствие, кто-то там аффирмациями какими-то занимается, медитациями, ещё чем-то. Это вот на чё кто гораст, так вы и это. То есть, там, практики, шмрактики ни в коем случае тоже не обесцениваю. Кому-то они помогают, кому-то это важно, кому-то это нужно. И очень много людей, как я смотрю интернет, это всё разобрали по полочкам, по квадратикам таким, и вот со своей каждой позиции это преподносят людям. И люди уже, в зависимости от того, к какой категории, условно, они относятся, от каждого берут, потому что очень много блогеров, очень много ютуберов, они говорят об одном и том же, только своими, как-то со своей призмой, ну, своими словами, своего диафильма. Но, по сути, очень многие говорят одно и то же. Вот я сейчас смотрю просто одно и то же. Вот. И ладно, про проблемы начала, проблемами закончу. То есть я понимаю эту суету, я понимаю эти проблемы, но я также понимаю, что не всегда нужно в них вовлекаться. Проблемы надо решать. Можно каким-то образом решать их, менять их просто отношения, важность, значимость. Можно предпринимать какие-то действия. Но как только в вашей душе есть злоба, месть, ненависть, любой негатив, ждите отдачу, ждите чёрную полосу. Ну, потому что реально, ну, как бы, а как по-другому? Вы зеркало, мир зеркало, вы каждый кусок Бога. Ну, то есть вот что вы хотите, то вам и даётся. Но хотите, это не значит, что я хочу самолёт, а значит внутренние чувства, потому что во внутренних чувствах у вас там, да, там проблемы, 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 и они приходят. То есть отпустив голову, а ещё да, многие говорят, что это не про меня, у меня так не работает. Ребята, вы хоть кто-нибудь пробовал? Ну, по-честному. Ну, попробуйте, тогда говорите. Вы все думаете о том, что вот они там все звезданутые там, или ещё чего-нибудь, и у меня так не получится. Я самый-самый. Я, 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 я. Я другой, у моей проблемы больше, они сильнее, ты ничего не понимаешь, и так далее, и тому подобное. Ну, я понимаю, я всё понимаю, но это грязное бельё, это суета, в которой даже вам не нужно ковыряться, вам не нужно это всё вот распылять, это нужно решать, либо уходить, если это просто придача важности какой-то, да, самому себе, вот, либо на какое-то время, просто абстрагировавшись, понять, поделиться с кем-то, ну, поделиться опять-таки с точки зрения поддержки, а не с точки зрения, то есть многие очень ждут, чтобы им сказали да, 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 звёзды там, да, 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 и вот это вот, и вдвоём негатив, вы поймите, что вы этим самым себе накручиваете ещё больше проблем, и... меня улыбает очень, когда мне говорят, что я не понимаю, поэтому в очередной раз вот такое вот ведюха, такая на 20 минут, с попыткой объяснить вообще, как это устроено не на уровне проблемы, а на уровне выше, да, у кого есть уши, тот услышит, ну, и как бы, кому надо, тот поймёт, поэтому пойду послушаю Гришкины рассказы, потому что всё началось с его вопроса, но какая у него проблема, я пока не знаю, поэтому я пойду послушаю, и, возможно, я вообще тут... Давай, всё. Там у меня железки таскают, задний двор делают, вот такая прекрасная природа, и вообще всё хорошо, так что смотрите мой сериальчик, отвлекайтесь от мирских всяких там проблем, заряжайтесь позитивчиком, и вот этими волшебными видосами, вот, вот реально, вот, ребята, сразу, у меня там уже даже комментарии есть, сразу ваша жизнь улучшится, меньше говна в голове, и ваша жизнь улучшится, вот, вот, стопудово, это, как говорится, знаете, сейчас я покажу, покажу, зуб даю, вот, это стопудово, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok